Всем привет и добро пожаловать на Мальдиво. Ради этого, конечно, можно и душу продать. Слушайте, я не знаю, как начать этот блог, поэтому у нас будет нетрадиционное начало, а мы в аэропорту. Такое, так назовем, это предисловие перед полетом и уже буквально через 5 минут посадка, поэтому мы готовимся. Алина, что ты делаешь? А ты что, если знаешь? Ой. Это полеты после 30-ти называются, когда туалет закрыли, а тебе нужно надеять компрессиону и не упадаясь это сделать. Алина, все равно. Такое мини-мезорное. Такое мини-мезор на комнату и тут есть самое приятное. Доступ к воде. Так, все выполнено из дерева. Тут балкон, сразу можно спуститься к воде. Тоже, соответственно, лежаки и ванная. Какие-то русалки там плавают под водой, вернее, под дом. Субтитры делал DimaTorzok. Наталья. Спасибо. Добавил субтитры. Добавил субтитры. Добавил субтитры. Субтитры сделал DimaTorzok На лодках И будем встречать закат У нас вообще здесь включено 4 экскурсии Будет рыбалка Поедем искать дельфинов И по-моему еще что-то Типа встречает рассвет Аж ты смотри на той стороне А я смотрю на этой Сейчас будем искать акул Да И растерялся Всякие нюансы Если присматриваться Например доска от меню Выполнена из дерева В самом номере тоже Всякие таблички И карта для входа Все выполнено из дерева В общем они придерживаются Такой экологичной концепции И здесь очень мало Ну я вообще пластик Мне кажется не встречала Эй прибежный день Леша Уху Семь рожденья Это ты плюхаешь Не-не-не-не Давай Просто так Мы встретили Красиво нет Ну и как тебе рассвет Ну в общем мы не были с тобой Встречения Но в целом приятно Что мы совершили с собой Маленькую победу Встали все-таки это сделали И все-таки да Ну назад Так Я хочу сейчас заснять Вам небольшой обзор на отель Мы сейчас находимся В такой центральной зоне отдыха Там чуть подальше виднеется бассейн И сразу же скуск в море Здесь собственно Обычно приходят все тусовки по вечерам Какая-то музыка И дополнительные Активности Уйдем с вами к номеру В принципе весь отель выглядит Вот таким образом Это остров Достаточно зеленый С вилами на воде Их две зоны У каждой свой есть ресторан Там точно такой же Есть зона спа Есть зона дайвинга Можно отправиться на снорклинг Или поплавать Вот здесь В общем-то Вокруг есть Небольшое количество Таких же подобных Маленьких островов Видимо где живут местные Которые обслуживают этот остров И мы читали про пресную воду Она копится либо из дождевой воды Либо перерабатывается морская С помощью специальных Очистительных станций Вот здесь можно Собственно сейчас покушать Еда есть практически круглые сутки В разных ресторанах И наша вилла находится на воде Я решила, что Если выбирать опять-таки Из двух вариантов вилл То лучше выбрать Именно тот вариант В котором я никогда еще не останавливалась Потому что виллы на песке Они тоже очень классные Но здесь есть сразу Свой собственный впуск в море И это был мой первый раз Когда я остановилась В таком коттедже Поэтому выбор пал Именно на этот домик Мы сейчас с вами дойдем У нас 811 номер Он будет чуть подальше В плане морской фауны Здесь тоже достаточно безопасно Потому что Все хищники Выползают в основном ночью Конечно ночью здесь плавать не надо И не надо трогать никаких кораллов И рыбок во время плавания И тогда они вас тоже трогать не будут Здесь можно в этом плане Вообще не сомневаться Самая большая безопасность Это ощущение того Что ты видишь Что вокруг тебя происходит И это рождает какое-то ощущение Ну может быть мнимой Но и безопасности Домик выглядит вот таким образом Мама сказала Очень скромненько Что-то мы Я не стала комментировать никак Так, вся концепция отеля Как я и говорила Она такая больше Про экологичность У нас нету Пластиковых бутылок воды Вся вода на острове Она привозится И поставляется Вот в таких стеклянных бутылках Вот таким образом Выглядит вилла И это я Привет Здесь очень просторное помещение В плане сна Здесь безумно комфортно Спится Очень много пространства Сразу же вид на воду Можно выйти Прямо здесь И Также здесь есть элемент Стеклянного пола Зона отдыха Для работы Еще одна зона отдыха И также На улице тоже есть Такая же рекреация Назовем это так Здесь собственный столик Где можно покушать В принципе, наверное Заказать отдельно еду Попить водички Или бокальчик вина Там находится наша ванля Снова я И, собственно Вот так выглядит спуск на воду Плюс-минус Все виллы похожи Одинаковые Но вот ради этого Конечно, можно и душу продать Слишком лазурная вода Чтобы это было правдой Как будто я уснула И оказалась в каком-то Раю В плане визуального Гедонизма И эстетизма Здесь Очень-очень классно Есть телевизор Мы его, понятно Ни разу не включали Колонка маршал Которой можно подсоединиться Фотошутинг Охотимся на Лисиц Летучих Уже несколько встретили Они, конечно, очень красивые Необычные Так, что там за живность Ой, сколько кромиков Посмотрите на это О, какая милота Смотрите, они куда-то в домик все тащат Или на ночь прячутся Короче, в плане такой живности Достаточно при этом При всем безопасно Здесь много, что можно встретить Здесь также есть дайвинг Мы узнали По стоимости Это 276 долларов Кажется И вообще Но тут В принципе В отеле Несмотря на то, что концепция Все включено Очень много разных опций Вот, например Кому-то выставили столик Но это стоит О, пачки Вот и лисица Бешеных денег Вот Оно где-то в районе 800 долларов То есть сейчас на наши деньги Это 80 тысяч рублей За ужин на пару Вот Но можно Какие-то специальные опции К каждому домику прикреплены Сайбатлеры Вы можете их просить Нам вчера доставили безлактозный тортик И мы поздравили Лешу аж три раза По-моему В общем, у человека было активное день рождения Вроде счастлив Леш, ты счастлив? Тебе понравился твой день рождения? Точно? К этим столикам прилагается Правда, уже там лобстеры И какая-то более дополнительная история по еде А так Тут на территории есть в районе 7 ресторанов Можно по броне Походить в разные И по-моему Каждое включено по одному разу В принципе, до свидания То есть все хорошо Ооо, вроде По-моему, самое главное, что я еще не сделала Я не начала этот влог Поэтому сегодня третий день отпуска Мне хочу сказать всем привет и добро пожаловать на Мальдивы Для меня это было уже дело принципа сюда попасть Потому что, во-первых, хотелось разнообразить свой отпуск Максимально получить эстетического оргазма Кайфануть Зарядиться энергией, эмоциями За небольшой экономик Потому что у нас было всего лишь восемь дней И плюс на Мальдивах никто из нас не был Леша 9-го числа был день рождения И, в общем-то, хотелось как-то порадовать друг другу себя И кайфануть максимально от проведенного времени Поэтому мы находимся с вами на Мальдивах Отель называется Heritage Arach И у всех, у кого я спрашивала, кто здесь был И все отвечали, что были здесь по 2-3 раза Для меня это огромный показатель В плане того, что люди возвращаются 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 То же самое Наши люди, которые ехали с нами в самолете На гидросамолете Мы потом обсуждали Мы уже здесь не первый раз И звучит уже как факт От того, что отель очень классный Нет никаких сомнений Здесь сумма, конечно, красота Глупая, азурная водичка Здесь куча морской фауны И можно поплавать рыбками Здесь есть дополнительные какие-то условия В плане активного отдыха Мы сегодня ездили на Саурли А так первые 2 дня прошли достаточно спокойно Мы прилетели в аэропорт в Мале И после этого отправились на автобусе До небольшого такого транспортировочного фруктерка Нас ждал еще один гидросамолет Мы прилетели до нашего отеля И чемодан нам, кстати, доставили только вечером этого дня Но мы не сильно обломались Потому что мы сняли в сомнений в сомнении Летли у бассейна И просто уснули на несколько часов Потому что погода была такая же, как сегодня Туманная и облачная И вроде очень тепло Солнышко так обаланкивает Но при этом не обжигает Поэтому мы очень классно отдохнулись в первый день И отправились в Чаках на Лешенький день рождения Как раз таки на вечернюю экскурсию Встречать закат Сегодня утром в 6 утра Мы уже встречали также на воде, на лодке рассвет И стараемся максимально активно воспользоваться всеми возможностями этого острова Сегодняшнее утро Мы отправились на поиски дельфинов Так, если коротко, я совсем не могу сказать, что дельфинов мы не нашли Поэтому, так как сейчас там не особо шепчет погода Мы сидим в баре И сейчас пойдем, наверное, играть в бильярд Здесь есть несколько зон активного отдыха Там можно поиграть в подменторного Логично, что сейчас это сделать не получится И большой теннис Есть видеоигры И также настольный теннис Это все в такой закрытой зоне находится Вот что касается бильярда и видеоигр И настольного тенниса Поэтому в любую погоду можно, собственно, посидеть и как-то себя занять Также тут есть всякие дегустации Они проходят каждый день Вчера был ром Сегодня, по-моему, будет дегустация вин И, в принципе, здесь, если кто-то очень сильно переживает Еда круглый день Она недоступна прям Типа, вот, все, что вы хотите Но сейчас в баре можно указать, например, себе пиццу Какие-то снеки И картошку-фри Здесь у нас ресторан молекулярной кухни Он находится здесь, на чём-то и отделе Есть скай-бар, где можно встретить рассветы И скай-бильяр И, собственно, из-за развлечений здесь Есть еще скай-дайвинг Ведь завтра покажем обязательно Как мы можем видеть на сроке И попробуем увидеть свой телефон Но, возможно, это помог не полностью после этого А так мы сегодня играли в бильярты, в видеоигры, в настойный дженнис Забыла поснимать Здесь лук с кокосовым молоком Это вот такая вот жижа И арбуз с каким-то из разряда тофу Это было очень невкусно Леша недоволен Хорошо, что мы не пошли сюда в первый И, там, во второй день на его день рождения Я как раз попросила что-то более сытное И там было мяско, рыбка И вид очень прикольный Здесь сейчас ничего не видно Хотя мы тоже находимся на воде Так, здесь нужно есть постепенно, чтобы не объесться, видимо Это блюдо со Шри-Ланки Это нужно съесть в первую очередь Потом туна, потом какой-то коктейль с лемонграсом И заесть все это кокос Короче, здесь тунец, тыква, осьминог С луком Леша, я хотела бы видеть твое лицо Это вкуса? Блюдо номер три Так, и напоследок у нас суперспайси десерт Это не похоже, конечно, на молекулярную кухню Но при этом это похоже на какую-то закольцовую В хорошем смысле слова Все небольшими порциями Я абсолютно наелась Была в более негативном изначально представлении об этом ресторане И значит, здесь чеснок, корица И он еще перечислял кучу, короче, всяких Это лемонграсовая панна-кота И что тут еще будет? Чай с гибископом И вот, по-моему, в мороженом тоже есть гибископ Короче, такая интересная подача И вы знаете, лемонграсовая панна-кота Это просто... Я ненавижу панна-кота Но вот это очень вкусно и необычно Леша просил передать, что я такое говно не буду Я ее понюхала и говорю, нет Это, знаете, такой пряный чай масала его называют Или чай со специями В общем, здесь молоко И он прям пахнет молоком Я прям не могу У меня очень сложности Пряничный чай из Starbucks Короче, да, я не поклонник Но это какая-то такая теплая согревающая альтернатива какао, наверное Если вы любите чай с молоком А я вот, в принципе, чай с молоком для меня это предательство Хотела бы сказать из однозначных плюсов Мальдива Это то, что ты вообще не думаешь про свои личные вещи Ты можешь спокойно оставить телефон Или какие-то дорогие свои аксессуары Прямо на лежаке Уйти на 2 часа на снорклинг Или, не знаю, забрать что-то вечером Никто из приезжих, туристов или местных жителей ничего не возьмет Поэтому в этом смысле я даже не осознавала и не думала, что это будет настолько комфортно Потому что я как человек, у которого в собственной группе когда-то украли телефон, очки Gucci, кошелек с карточками и так далее Я стала везде за собой понимать, что это личная моя ответственность, мои личные вещи И я всегда, соответственно, очень сильно парюсь, вдвоем не пойду купаться Здесь ты настолько на расслабоне, что это очень сильно расхолаживает в хорошем смысле слова И ты постоянно не фиксируешь это в голове Да, еще тут есть момент с безопасностью с точки зрения природы Здесь нет тараканов, здесь нет павукопов, здесь нет смей Только в воде, да, не надо наступать на кораллы и пугать рыбок и все такое И еще, кстати, забавный факт, который мы сегодня вычитали Здесь вообще нет собак На всей территории Мальдив Нельзя привозить своих собак Питомцев Ну, я только про собак прочитала У Леши в статье было про питомцев И у них запрещено заводить своих собак тоже Соответственно, я люблю животных очень Но очень часто встречалось У меня такое и в Таиланде было Когда за мопедом бежала машина Ой, бежала собака и кусала Пыталась укусить за ноги и на Бали, и в Таиланде, соответственно И это тоже создает вот это вот чувство, что ты не совсем в безопасности А здесь ты на полном релаксе И в этом смысле слова тоже Смотрите, прямо в районе наших вил Маленький скат Сегодня мы не будем работать в крупном формате Мы будем работать В первой точке ягодицы прошу Наряда, отсюда я в перевод Я забыл, если... Музыка 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 как ребята я хотела с вами поговорить у меня сейчас бываю тренировка и у меня буквально в этом месяце может быть в прошлом пришло такое явное осознание того что я очень сильно ленюсь и жалею себя и постоянно оправдываю тем что у кого-то генетика я сейчас очень утрирую но смысл в том что типа я не должна постоянно потеть и вкладываться если у меня нет силы настроения то можно пропускать тренировки сначала мне были оправдания что уехали тренеры потом там я не могла найти себе подходящую тренировку такую чтобы она меня зажигала и мотивировала а потом еще какое-то потом состояние потом там что-то приболела еще или времени не туда и соответственно до спортзала надо доехать иногда бывают пробки и обратно и в общем это превратилось какое-то просто бесконечное колесо оправданий я понимаю что тело стала растет ну как бы терять свою форму и вовсе не от возраста зависит то как мы выглядим 100 процентов потому что я себе это доказываю каждый раз когда беру себя в руки и поняла что то как мы выглядим это наша ежедневная заслуга и внутреннее состояние самих себя вот насколько мы в себя вкладываемся настолько чаще всего это выглядит конечно сравнивать себя нужно только самим собой я не могу выглядеть как анжелина джоли и импланты у меня сейчас не вырастут но при этом я знаю как я выгляжу в классном состоянии и я могу его достигать но для этого нужно каждый день прикладывать какое-то действие к себе и я стала с любовью это делать и прям вот все больше и больше менять концепцию отношения к тренировкам и я не если у меня нет времени даже не если нет времени если я хочу доехать до спортзала окей но это время это деньги и чаще всего я не хочу этого делать а вкладываться себя я хочу каждый день поэтому каждый божий день я стала делать тренировки я каждый день приседаю я каждый день делаю планки я практически каждый день я вот сейчас в отпуске несколько дней перерывов но я тренируюсь вместе с фитстарс про который я вам рассказывала и сейчас тоже очень удобная концепция ноутбук у меня всегда с собой я просто включаю себе тренинги удобные по настроению потому что бывает такое что я не хочу силовую не хочу ягодичный но чаще всего я делаю тренировки на похудение они мне больше всего импонируют и ягодичные но иногда я хочу что-то спокойное там есть тренировки с тазом дном там есть space fitness там есть обучающие программы там есть расчет калорий там есть правильное питание курсы по нутрициологии короче вы покупаете полную получается подписку на платформу которые сразу вообще все что вы хотите найти про здоровье я сори что я такая мокрая только потренировалась это вот классное доказательство того насколько это сильно эффективно работает и с каждым днем ваше тело будет все лучше реагировать у меня например уже появился появилось начертание очертания пресса обратно и я понимаю что я всего лишь 11 дней подряд занимаюсь и поняла что я хочу делать буша я хочу делать массаж каждый день для лица пускай это три минуты будет но именно вот эта ежедневная мини-рутина она и дает такой результат удивительно но в этом месяце у них есть прекрасная мотивационная программа потому что если вы сделаете больше 21 тренировки до 21 октября причем даже если у вас уже есть подписка либо если вы в этом месяце купите подписку безлимитную по моему промо-коду она будет стоить 7 999 рублей вместо 26000 это намного меньше чем платить за спортзал и у вас будет намного меньше оправданий не заниматься потому что вот хоть я сейчас на мальдивах у меня нету никакого инвентаря там вообще ничего дополнительно не нужно вот только ваше тело и время по сути дела ну и подписка можете включать с телефона или с ноутбука соответственно вы всегда будете в доступе ну и то что я хотела сказать удивительное совпадение но в этом месяце можно выиграть именно поездку на мальдивы и всего лишь нужно сделать не менее 21 тренировки до 21 октября максимум засчитывается две тренировки в день в общем-то это еще можно осилить и плюс так себя замотивировать заниматься так там есть еще другие розыгрыши например можно выиграть умные весы и они проходят в телеграме тоже можно подписаться короче очень удобная система и программа на каждый день поэтому если вы хотели то обязательно тоже себе что-то такое приобретайте потому что вот это вот ежедневная рутина вы можете даже себе календарик завести и ставить галочки и когда вы не будете пропускать течение недели вам будет уже просто жалко терять наработанный результат потому что мотивация она очень быстро сходит на нет я сама знаю как важно себе почаще повторять вот такие внутренние столпы которые помогают нам делать себя лучше с каждым днем и я очень надеюсь что моё тело меня будет благодарить и здоровье и самое главное я себя стала прекрасно чувствовать короче надеюсь что я вас немножечко хотя бы замотивировала еще второй такой жизненный урок про который я хотел бы поговорить этого месяца это не идти в путь комфорта а иногда идти через страх и путь сопротивления пускай сейчас это не совсем такие глобальные какие-то вещи но даже в качестве отпуска мы могли бы выбрать какой-то более там дешевый вариант например и поехать куда-нибудь каш в турцию где мы знаем где взять машину как что оплатить куда поехать и и знаете первое когда нету времени решать первая мысль это взять и просто пить билеты да и поехать туда же где ты уже был но на самом деле это запирает нас каком-то коробке и чем больше мы видим и чем больше мы идем в сторону открытий каких-то новых для себя тем больше мы расширяемся и наша планета внутренне растет и ты уже с каждым годом будешь выбирать для себя все лучшее и куда-то расти и в плане заработка и в плане мотивации и в плане видения этого мира короче в общем у меня сегодня такие мысли я сегодня обязательно засниму для вас снорклинг потому что я взяла с собой такую пластиковую штуку для телефона и очень надеюсь что я не утоплю телефон и в общем покажу и расскажу вам еще несколько мыслей о мальдивах но для меня это очень классный эксперимент в любом случае и увидимся чуть попозже сихтиандр готовится к погружению а а а Субтитры создавал DimaTorzok Так, Леша решил пойти поплавать с акулами Он важный человек, но они безопасные, маленькие Все, на плаваться Они такие быстрые Вот, раз, два, три, четыре Я король акул, вот она моя Твоя тут стоит Ой, реально, тут их очень много солнца Субтитры создавал DimaTorzok Так, и у нас по еде, например, еще один ресторан на территории Дженнифати, это все входит в стоимость проживания Здесь ревиоли, белая рыбка, гриль и тунец еще И вот, как закуска, как, не знаю Как закуску принесли тартар из лосося и тунца, это очень вкусно С васаби, манго и грейпфрутом Так, ну что, мы решили потихонечку заканчивать этот влог И хочется уйти на два дня в тихое такое спокойное путешествие И не переживать о том, что я что-то не сняла и не показала Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео и влог И также я хочу загадать, чтобы в этом году было как можно больше необычных путешествий И пожелать их вам Всем хорошего настроения Пока-пока Гаша, скажи пока-пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok